Черкесия Древний адыгский танец «Удж» в исполнении ансамбля «Черкесия». Уникальный для Москвы танцевальный коллектив был создан при фонде черкесской культуры «Адыги» имени Юрия Хамзатовича Колнукова всего полтора года назад. И почти сразу в июне 2012 года состоялся дебют ансамбля. Играет музыка Играет музыка Первый раз мы выступали на чествовании выпускников, которые проводят каждый год фонда «Адыги». Многие артисты тогда вышли на сцену первый раз в каком-либо качестве, потому что многие начинали вообще учиться танцам только здесь, в Москве. Новый коллектив образовался на базе школы адыгского танца, которую хореограф Анзор Шоров открыл в столице два года назад. Стать руководителем ансамбля ему предложил основатель фонда «Адыги» трагически погибший в августе этого года сенатор Альберт Кожаров. Известный политик и выдающийся адыг мечтал создать при фонде черкесской культуры национальный танцевальный коллектив. Кожаров Альберт Тхатуевич узнал, сколько людей, сколько из них студентов, сколько из них работающих, начал интересоваться и предложил помощь фонда. Благодаря поддержке фонда удалось арендовать для занятий репетиций один из самых больших танцевальных залов Москвы. Число желающих заниматься всего за полгода увеличилось с 20 до 100 человек. Большая часть студенты из Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии и Адыгеи, поступившие в столичные вузы. Приехал в Москву на учебу и, естественно, тоска по родине. Тут натыкаюсь в интернете на сообщение, что вот школа Анзора Шорова открывается. Сразу же, долго не думал, позвонил, встретился с Анзором, познакомился, приехал и с того времени все. Каждый выходной, каждый вот, есть возможность приехать, все, приезжаю. Всегда. Спасибо огромное фонду за то, что они делают для нас, для молодежи. Это очень полезное дело, что они вот так вот объединяют всю молодежь, дают возможность нам общаться, знакомиться друг с другом. И при том, находясь не на своей родине, не забывать о традициях, о своей национальной культуре. Костяк ансамбля девушки и юноши, занимавшиеся национальными танцами с детства. Однако есть и те, кто в составе Черкесии вышел на сцену впервые в своей жизни. Анжела говорит, благодарна Анзору Шорову за то, что он помог открыть новые таланты. Я думаю, немного таких хореографов есть, которые могут с первых же, я не знаю, с первых же часов, минут привить такую вот любовь к танцам. У меня было очень большое желание всегда. Я не выходила танцевать, наверное, только потому, что я не умела. Я знала, что я просто не хотела там позориться тем, что вот не знаю каких-то канонов, чего-то. Сейчас я уже умею танцевать уверенно. У меня пригласили друзья, тоже пришла первый раз. Ну, понравилось общение, друзья, хорошие люди, хороший хореограф. И так получилось, что осталось. Милане ансамбль «Черкесия» помог найти не только новых друзей, но и встретить вторую половинку. В конце сентября девушка вышла замуж за одного из солистов коллектива Марата Сижажева. Специально к свадьбе молодые люди выучили кафу – старинный адыгский танец. Если бы не ансамбль, мы бы вообще не встретились бы. Потому что я жил в одном конце города, она жила в совсем другом конце, учились совсем в разных вузах. И как бы, я думаю, наши дороги не пресеклись бы, если бы не ансамбль. Репетиции ансамбля – это 2-3 часа упорной и напряженной работы, каждые субботу и воскресенье. Кроме этого, в школе работают две группы для взрослых – начинающая и продолжающая, куда записываются в зависимости от уровня подготовки. Есть группа для самых маленьких детей и тех, что старше 10 лет. Я уже хожу почти три года. Танцевать мне это просто очень нравится. Пример Анжелины оказался заразителен для ее младших сестер. И хотя в школу берут с 6 лет, для Залины и Амины Шедгиновых сделали исключение. Мне нравится тот учитель, который мне больше всего знает. Танцевать мне – ансо. Дома, когда какие-то праздники, приходят родственники, они все выстраиваются в ряд, демонстрируют то, чему они научились. Дома, перед зеркалом, постоянные занятия. В следующем году на базе школы фонд «Адыги» планирует открыть музыкальное отделение, где дети смогут обучаться игре на адыгском струнном инструменте, шичепшине и национальном барабане. Кроме этого, появятся здесь еще и другие кружки. Хотим создать школу, где детки, именно маленькие детки, рассчитано на них, смогут после танцев, вот почему на базе школы, после танцев, не выходя из этого здания, они смогут перейти в другой кабинет и там изучать язык, прикладное искусство. Кмальберт Хатуевич и я, мы часто мечтали о том, что он добивался. Я думаю, он бы и добился того, чтобы у адыгов был свой культурный центр здесь, в Москве. Но он не успел, к сожалению. Я продолжаю об этом думать. Я надеюсь, что когда-то у нас будет свой культурный центр, где мы сможем, как мы мечтали, с утра до вечера заниматься с молодежью. Танцевальные кружки, театральные, вокальные. Сейчас ансамбль репетирует «Ля Парису». С этим танцем коллектив выступит в конце ноября на концерте, где фонд Адыги будет поздравлять первокурсников московских вузов из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии. К сожалению, на этот раз ставшее уже традиционным мероприятие состоится без Альберта Хатуевича Кожарова. Работать без его помощи и поддержки стало намного сложнее, говорит хореограф Анзор Шоров. Сенатору было интересно все, что касалось ансамбля. Он находил время, чтобы принять участие даже в обсуждении эскизов концертных костюмов. Благодаря Альберту Хатуевичу один из комплектов удалось заказать у известного дизайнера-модельера из Кабардино-Балкарии Мадины Сараль. Политик считал, что изящный и грациозный адыдский танец – одна из самых красочных и ярких черкесских традиций и хотел, чтобы ансамбль «Черкесия» стал одним из лучших коллективов, возрождающих национальную культуру. Альберту Хатуевича Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok